Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю бычьи хвосты с овощами. У меня уже очень много хвостов. Вернее, не у меня, а у бычка. И это будет очень-очень вкусное блюдо. Бычьи хвосты это настолько популярное блюдо во всей средиземноморской кухне, в Италии, в Испании, во всех странах, которые выходят к морю, что вы просто даже себе не можете представить, как это блюдо вкусно и популярно. Сейчас я беру хвостики и режу их по суставчикам сантиметров 3-4 длиной. У меня есть сельдерей, морковка, лучок и хорошее домашнее красное вино. Черешковый сельдерей я режу на кусочки. Сельдерей я режу мед, мол, покрытие, зеленый. Симон. К adolescents. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Жир из казана я слил... И теперь высыпаю сюда... Бычьи хвосты... Бычьи хвосты я заливаю... Бычьи хвосты я заливаю хорошим бульоном... Можно заливать куриным бульоном... Я заливаю бульоном из леща... Как правильно разделать красивого большого леща... Смотрите ссылочка вот здесь вверху... К обжаренным бычьим хвостикам я добавил еще литр бульона из леща... И добавляю также красное сухое вино... Я пока не солю бычьи хвосты... Сейчас я накрываю их крышечкой... И на самом медленном огне они будут томиться 2-3 часика... Бычьи хвостики варятся уже около двух часов... Сейчас пришло время добавить сюда пряности... Я буду использовать настоящую корицу... Вот здесь у меня в руках палочка касси... Это то что обычно продается в магазинах... А здесь две палочки корицы... Сама корица вот здесь на срезе... Как будто бы сигара... Она скрученная... У нее абсолютно другой аромат... Поэтому я буду использовать корицу... Также небольшой пучок тимьяна... Острые перчики... Чесночок... Ягоды можжевельника... Черный перец... И сладкая паприка... И конечно же... Сейчас самое время посолить бычьи хвосты... Если бы я посолил бульон сразу... Как только он закипел... То тогда желирующие вещества под действием соли разрушились... И бульон был бы не такой вкусный... И не такой липкий и наваристый... Перец и ягоды можжевельника я растираю в ступке... Два бутончика гвоздички... Тимьян... Перчики... Чесночок... Палачка корицы... Смесь черного перца и можжевельника... Пахнет обалденно... Если вы хотите узнать... Какие на вкус бычьи хвосты... Подписывайтесь на мой канал... И смотрите дальше... Аромат вина... Классно пахнет... Хорошо варится... Сейчас я приготовлю петрушечную гремолату... Это смесь петрушки... Чесночка... Цедры... Лимона... И апельсина... Хвостики из петрушки... Я залезал вот такой пучочек... И уже перед самым концом... Приготовления бычьих хвостов... Положу сюда еще... Сам казанчик... Хвостики петрушки... Гремолата... Это очень вкусное дополнение... К основному блюду... Здесь самое важное... Очень... Мелко-мелко... Нашинковать петрушку... И чеснок... Чтобы из петрушки... Не вышел сок... Цедра лимончика... И апельсинчика... Чесночок... Корица и пучок тимьянчика... Я уже достаю... И теперь... Самое время... Добавить... Вот эту волшебную смесь... Морковка... Сельдерей... Листовой... Черешковый... И лучок... Я добавляю именно сейчас... За 15-20 минут... До конца готовки... Чтобы овощи не разварились... Не превратились в кашу... А сохранили свой аромат... И текстуру... У меня... Целое блюдо... Огромное блюдо... Бычьих хвостов... Прекрасный соус с овощами... Из сельдерея... Морковки и лука... И конечно же... Красное сухое вино... Это мое сухое вино... Очень вкусное... Гремолата... Смесь петрушки... Чесночка... Цедри лимона... И апельсина... Очень хорошо подчеркивает... Вкус... Бычьих хвостиков... Как вкусно пахнет... А здесь мяса нет... Это... Кусочек без мяска... По счету, где мяско есть... Вот... Бычьих хвостик... Аромат... Такая смесь... Классного аромата мяса... Дымок... Как будто бы шашлычок... Хорошая говядина... И овощи... Ммм... Ммм... Вот это да... Как бы показать, какое оно мягкое... Горячущее... Ооооо... Это шедево... Морковка... Все, дерей... настолько простое я приехал поставил казан все туда положил и она сама готовится без моего участия на какое оно вкусное мне просто не хватает слов чтобы передать всю красоту этой вкуснятинки а вот сам соус вот соус настолько густой с острым перчиком классный смотрите дальше как я готовлю бычьи хвосты подписывайтесь на мой канал ставьте вот такие огромные красивые жирные лайки пишите комментарии как понравилось мое блюдо бычьи хвосты и помните кухня это самое спокойное место